Русское географическое общество представляет Россия есть здание, фасад которого обращен к Ледовитому океану. Так в конце 19 века писал один из лучших русских мореплавателей, адмирал Степан Макаров. Он был не только военным моряком, но и видным исследователем, деятельным участником русского географического общества. И что интересно, эта идея жила до него, актуальна сегодня и будет таковой и завтра. Освоение Арктики начиналось здесь, в Архангельске. В 12 веке выходцы из Новгорода стали строить поселения в устье Северной Двины. Они смешивались с местными племенами, жили мореходством и рыбной ловлей, за что прозваны были поморами. Шли века, они заселяли все новые территории. На правом и левом берегах устья Двины выросли монастыри. В 1584 году вокруг Михаила Архангельского монастыря выстроили острог. Поставили полк стрельцов, возвели пристань. Этот год и считается годом основания Архангельска. Первое окно в Европу было здесь, прорублено Петром Великим. Первая крепость на севере была здесь, Новодвинская. Первые военные фрегаты Петра Великого, святой Павел, святой Петр, здесь были построены на Соломбальских верфях. Куда ни ступи, что по земле, что по страницам истории, это великолепный край, который действительно играл и огромную роль в освеянии Арктики. Архангелы Городцы не только принимали иноземных купцов, но и сами ходили по северным морям в Европу. Находили пути сквозь льды, чертили карты. Так здесь развивалась наука путешествий и изучение земли, география. И неудивительно, что гораздо позже, когда было основано русское географическое общество, именно через Архангельск было решено первой экспедиции направить на север. Территории, которые у нас находятся за полярным кругом, они, конечно, несут в себе, с одной стороны, как много разного рода угроз и опасностей, но, что гораздо важнее и гораздо больше, это перспективы приостания страны, приостания экономики. Ведь, вы знаете, всегда было так, что впереди всех шли очень любознательные, очень дерзкие и очень отважные люди, путешественники, многие из которых, кстати сказать, были и членами русского географического общества. Потому эта традиция давняя, и в целом за вот эти 165 лет русское географическое общество организовало и провело больше ста экспедиций. Русское географическое общество Русское географическое общество – старейшая общественная организация России и одно из старейших географических обществ мира. Основано оно было 18 августа 1845 года высочайшим повелением императора Николая I. В уставе значилось, что основной целью общества является изучение родной земли и людей ее обитающих, то есть собирание и распространение подлинных географических, статистических и этнографических сведений о России. Эта задача стоит перед РГО и сейчас. Именно поэтому общество решило в 2010 году организовать первый международный форум «Арктика. Территория диалога». Это такая площадка для диалога, обмена мнениями, узнавания друг друга, познания отношений соседей к одному региону. Ведь на арктический форум прошлый собрались практически все делегации всех стран, представляющих арктический регион. Более того, они были представлены в том числе и главами государств. Ну, конечно, там есть о чем говорить, конечно, там есть чем поделиться, о чем общаться. И вообще форум сам по себе – это определение такого, знаете, я бы сказал, трансграничного, наднационального вектора развития жизни в Арктике. В соответствии с общепринятым географическим определением, Арктикой считается район, расположенный севернее полярного круга, площадь которого составляет 21 миллион квадратных километров. В пределах Арктики расположены территории, континентальные шельфы и исключительно экономические зоны восьми арктических государств – России, Канады, США, Норвегии, Дании, Финляндии, Швеции и Исландии. Восемьдесят пять процентов российского шельфа приходится именно на Арктику. И не будет большим преувеличением сказать, что богатства этого региона несметны. Это настоящая кладовая планета. Сейчас в связи с постепенным истощением традиционных мест добычи стоит задача изучения и разведки этих месторождений. Освоение Арктики в 30-е годы и в советский период, организация «Семборпути» и ледокольного флота, вначале дизельного, затем атомного – это все говорит о том, что мы на правильном пути. Вот как вкратце выглядит список того, что находится под арктическим шельфом. Потенциальные запасы нефти в регионе составляют 90 миллиардов баррелей. Газа – 47,3 триллиона кубических метров. Газового конденсата – 44 миллиарда баррелей. Наибольшими среди арктических стран запасами углеводородов, по оценкам, располагает Россия. В районах, которыми она уже владеет и на которые претендует, находится 60% всех запасов Арктики. Прилегающий к территории России арктический шельф может стать в 21 веке основным источником углеводородного сырья как для самой России, так и для мирового рынка. Кроме этого, в арктической зоне сосредоточена большая часть российских запасов золота – 40%. Хрома и марганца – 90%. Платиновых металлов – 47%. Коренных алмазов – 100%. Вермикулита – 100%. Угля, никеля, сурьмы, кобальта, олова, вольфрама, ртути, апатита. Будущее там. Будущее там, и нам надо посредством и русского географического общества, и в целом проведение арктических форумов, может быть, даже и наших внутренних форумов, все больше и больше и дальше пропагандировать нашу Сибирь, наш Север, Арктику, чтобы люди не только хотели, но и могли поехать и найти там и рабочие места, и многие другие вещи. Вот здесь, в Архангельске, швартовались корабли, срубленные из дерева и ходившие в арктические широты. Заметьте, без ледоколов и атомных двигателей. По указу Петра I в конце XVII века здесь построили неприступную цитадель. Заметьте, без ледоколов и атомных двигателей. Не все знают, что Петр трижды был в Архангельске. В свой последний приезд сюда он жил на Марковом острове напротив Новодвинской крепости несколько месяцев в специально срубленном доме. Оттуда он ушел в исторический поход с пятью батальонами гвардии и двумя фрегатами. Строить Петербург. Но город не утратил своей уникальной миссии – освоение Арктики. История Архангельска очень активно связана с эпохой Петра I. Петр I трижды был в Архангельске. Он, не успев приехать, отправляется в открытое море. Вышел в открытое море, и вот открывается простор вот этого моря, закат. Это производит неизгладимые впечатления. И вот, допустим, ему в 1723 году было присвоено звание Великий, Сенатом. На самом деле Петр стал великим вот в тот момент в Архангельске, когда он увидел море. Потому что в тот момент он понял, что у России должен быть флот, что Россия должна быть морской державой. Вот в этот момент, понимаете, он стал великим и важным для России. Так почему же Архангельск стал русскими воротами в Арктику? Ответ очевиден из истории. Дело в особых людях, живущих на этой земле. Сама жизнь, суровые климатические условия, самонахождение и, если уж правильно сказать, условия выживания зависели как раз от силы духа, от силы человека и все-таки от коллективной способности выживать. Ведь такие формы коллективного ведения хозяйства, как артель, кооператив, ведь прижились практически только здесь, на рыболовецких колхозах, а до этого в артелях. Почему? А в одиночку не выживешь. И вот это плечо, это совместное выживание, оно дало возможность людям формировать в себе очень сильный и в то же время ищущий характер. Вот список уроженцев Архангельской земли, принесших славу России. Семен Дежнев – выдающийся мореход и первооткрыватель 17 века. Его именем назван мыс на восточном крае Чукотского полуострова. Еще один первопроходец – Ерофей Хабаров. Его имя носит город Хабаровск. Ну и, конечно, Михаил Васильевич Ломоносов. 300 лет прошло с тех пор, как здесь, в одной из поморских деревень, Мишанинская, родился мальчик Михайла. Семья большая была, жили в одном большом доме. Мужчины с весны по осень ходили в море за рыбой. В 10 лет взял отец с собой и Михайла. В 15 он, уже закаленный моряк, сам мог учить кого угодно шкиперскому делу. Но сам хотел учиться другому. То, что Михаил Васильевич Ломоносов родился у нас, мы твердо уверены в том, что это не историческая случайность, это закономерное развитие народа. Здесь всегда была свобода, Россия и любовь к людям, что и помогало выживать. Может быть, именно отсюда и начали осваивать Арктику не только из-за географического расположения, но поморы всегда были ищущей натурой. Осваивали острова, осваивали проходы в арктических морях, осваивали вообще север. Жизнь подтвердила, что Ломоносов в своих трудах крайне редко ошибался. Был точен в опытах. Так он первым предположил, что возвышение, хребет на дне Ледовитого океана, есть продолжение русской суши. Основывался он на своей глубинной поморской интуиции и обширных научных знаниях. В 2005 и 2007 годах были организованы уникальные экспедиции, призванные подтвердить теорию выдающегося уроженца Архангельской области. После долгой подготовки в июле 2007 года научно-исследовательское судно «Академик Федоров» и атомный ледокол «Россия» достигли Северного полюса. Артур Челенгаров руководил экспедиции. 2 августа два глубоководных аппарата «Мир» опустились на дно Ледовитого океана. Там был установлен флаг России. Впервые в истории человечества. «Мир один. Глубина 4000 до грунта 260. Как поняли, прием». Все. Установили флаг Российской Федерации на дне Северного полюса. Мы были первые люди, которые видели дно Ледовитого океана в точке Северного полюса. Я думаю, не скоро кто-то еще увидит, что глубина 300-300 метров. И это экспедиция, которая задача четкая совершенно для определения внешней границы. Это и континентального шельфа. Для того, чтобы представить заявку в Организацию Министерства. Вот у меня карта висит там. Это рельеф дна Ледовитого океана. Это было сделано советскими учеными. 30 лет мы делали эту карту. Но она не стала основанием для того, чтобы Организация Министерства признала нашу заявку. Сегодня мы более серьезно готовимся. И я думаю, что через год будем готовы представлять эти материалы. В решении проблем региона большую роль должна играть международная кооперация. Это направление сотрудничества начало интенсивно развиваться с начала 90-х годов прошлого века. В 1996 году России, Канадой, Дании, Финляндии, Норвегии, Швеции и США был создан Арктический совет. Главное его внимание сосредоточено на охране окружающей среды Арктики, обеспечении устойчивого развития, улучшении экономического, социального и культурного благосостояния народов Севера. Совет собирается на министерском уровне ежегодно. Сейчас, в начале второго десятилетия 21 века, необходимо более широкая площадка для диалога. Это, конечно, одно из ключевых мест займут вопросы безопасности. И здесь безопасность мы понимаем как в сугубо таком нашем, что ли, взгляде чрезвычайного ведомства, так и в широком смысле этого слова. И там, конечно, очень много, в широком понимании, очень много аспектов, начиная от экологической безопасности и транспортной безопасности, безопасности при добыче и разработке полезных ископаемых. Это, ну, по порядку, конечно, мы будем смотреть транспортные вопросы, транспортной безопасности. В 2010 году в Москве русское географическое общество собрало более 300 политиков и экспертов, занимающихся проблемами Арктики. Делегацию России возглавили премьер-министр России и председатель попечительского совета РГО Владимир Путин, а также президент общества, глава МЧС Сергей Шойгу. Не менее высокое представительство было и у иностранных государств в лице президента Исландии Олафора Рагнера Гринсона, князя Монако Альберта II, а также более 300 ученых и экспертов из разных стран мира. Мы будем презентовать на Арктическом форуме решения России, утвержденные президентом и правительством по созданию 10 основных баз, наших баз, по вот как раз нашей Арктике. Ну а в дальнейшем, естественно, мы будем смотреть, и, наверное, там должны появиться те, кто будет заниматься охраной природы, заповедных зон, охраной животного мира, растительного мира, ну и те, кто, безусловно, будет вести проекты, которые также были сначала анонсированы, а потом утверждены председателем попечительского совета Русского географического общества Владимиром Владимировичем Путиным по началу большой программы по очистке территории Арктики. Еще в XVI веке русский дипломат Дмитрий Герасимов предложил царю заняться прокладкой северо-восточного пути, так тогда называли Северно-морской путь. Основывался он на опыте водных хождений архангелогородских поморов из устья Северной Двины. Через два столетия к вопросу вернулся Михаил Ломоносов. Он изложил свои соображения и расчеты в труде «Прибавление о северном мореплавании на восток по Сибирскому океану». Еще сто лет прошло, и другой русский гений Дмитрий Менделеев посвятил освоению Крайнего Севера 36 работ. С его помощью адмирал Макаров построил первый в мире арктический ледокол «Ермак». Северный морской путь – кратчайший морской путь между Европейской частью России и Дальним Востоком. Проходит по морям Северного Ледовитого и частично Тихого океанов. Баренцево, Карское, Лаптево, Хвосточно-Сибирское, Чукотское и Берингово. Альтернатива Северному морскому пути – транспортные артерии, проходящие через Суэцкий или Панамский каналы. Но если, например, расстояние, проходимое судами из порта Мурманск в японскую Якогаму через Суэцкий канал составляет 12 840 морских миль, то северным морским путем только 5 770 морских миль. «Как показывает жизнь, а не только арктически, если начнется активное освоение углеводородов, то, естественно, эта транспортная схема, которая пойдет уже через Дальний Восток или через Северо-Западные ворота, она, конечно, будет крайне востребована. И, если хотите, сегодня это станет, пожалуй, таким шелковым путем 21 века». Каждый год проходят мимо Архангельска караваны по Северному морскому пути. По этой сложной ледовой трассе сюда везут по пути все больше грузов. Сейчас около 5 миллионов тонн. Но уже к 2020 году ожидается рост этой цифры до 85 миллионов тонн. Иностранный грузоотправитель, используя Северный морской путь, может ускорить доставку грузов на 15 суток и сэкономить на каждом рейсе до 500 тысяч долларов. В условиях современной мировой экономики аргумент неоспоримый. Международный арктический форум призван выработать и предложить миру правила, которые позволят осваивать, добывать, транспортировать ресурсы в Арктике, не нанося ущерб экологии. Человеческая деятельность и так сильно пошатнула природное здоровье Севера. Льды тают, уходят выше к полюсу. Под угрозой оказывается целая экосистема, а вместе с ней и традиционный уклад народов Севера. Когда мы говорим на севере, все должны жить так, как они привыкли, с одной стороны, а с другой стороны, так, как это позволяет сегодняшний уровень развития цивилизации. Медицинское обеспечение, информационное обеспечение, транспортное обеспечение. Там должно быть все то же, что здесь, там должна быть возможность через интернет проконсультироваться с Лео Бакире по поводу состояния там сердца у ребенка в деревне Волочанка, так сказать, на Таймыре, или в Дудинке, или в Хаттанге, или в Певеке, или на Новосибирских островах. Все эти вопросы актуальны и для Архангельска, который является уникальным северным городом. Сейчас в Архангельске строятся новые дома, музеи, недавно открыт новый театр. Приводятся в порядок дороги, проектируются новые, что жизненно необходимо для всей области. Но главное, Архангельск становится центром по научному и практическому изучению Арктики. Точнее сказать, выходит на новый уровень этого процесса. Вот созданный Северный Арктический Федеральный Университет. Около 30 тысяч студентов высших среднеспециальных заведений. У нас по количеству университетов, по количеству мы уступаем разве только Питеру. Ну, на больше не претендуем, но по крайней мере. И решение президента о создании здесь, именно здесь, Северного Арктического Федерального Университета, хотя борьба и претендентов было много, вполне закономерно. Огромнейший потенциал профессорско-преподавательский, научный, студентов. Я думаю, самое главное, в любом развитии, в любом направлении, куда бы ни двигалось наше государство, народ, в первую очередь, это люди. Постановление о создании Северного Арктического Федерального Университета имени Ломоносова президент подписал в октябре 2009 года. Он был сформирован на базе Архангельского государственного технического университета и еще трех учебных заведений области. Одна из особенностей обучения в Арктическом Университете – прямой заказ на молодых специалистов от предприятий, работающих в Архангельской области и на шельфе. Им нужны современные, знающие все новейшие технологии кадры – нефтянники, геологоразведчики, химики, инженеры, энергетики, специалисты в северном судоходстве. Они востребованы уже сейчас. И кто знает, может быть, в скором будущем некоторые из них встанут в один ряд со знаменитыми предками-поморами – исследователями Арктики. Пополнят списки русского географического общества, умножая своими экспедициями и добытыми знаниями богатства страны и планеты. Закрепят и усилит завоеванное веками право Архангельска называться воротами России в Арктику. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова